Хаджи-самадхи По сути, так мудрецы называют Сахаджи-самадхи Сохранение этого «вошел Бога, вышел человеком» «Вошел Бога, вышел Богом и остался» Сахаджи-самадхи – это что-то об этом втором И ведь это же на самом деле настолько интересно Действительно обладая вот этой способностью находиться Не то, что даже здесь вот слово «находиться», оно тоже неуместно А вот этот Сахаджи-самадхи и вовлекаясь в дела Но при этом зная всю иллюзованность и бесполезность этих дел И вот это вот некий, знаете, баланс на уровне интереса и бесполезности этого всего И одновременно это же сложно заниматься делом, не увлекаясь им Особенно если… Потому что на этом уровне человек чаще всего занимается любимым делом Если он уже не работает где-то сторожем или не делает ту работу, которую он не любит Вот это вот любимое дело, которое бесполезное на самом деле И оно вовлекает в эту самсару И в то же время сохраняется легкость И вот это вот, понимаете, вот это какая-то середина между вовлеченностью и невовлеченностью Между пониманием смысла этой деятельности и знанием, что смысла никакого нету И вот эта вот легкость, исходящая из вот этой грани середины Вот это сахаджа-самадхи, да? И дело-то это все существует для того, чтобы выработать вот эту способность, вот это мастерство Да? И уже идет не для того, чтобы, как ребята-бизнесмены, да? Они же тоже развиваются Но у них же нету второго, третьего, четвертого этажа Они же реально хотят эти миллионы Они же реально думают, что в этом и есть счастье, да? Но мы, если туда идем, то мы идем только за этим балансом Сохранения осознанности, легкости, непривязанности И в то же время привязанности, да? То есть, потому что без абсолютной непривязанности нету интереса Значит, нету действий никаких И это на самом деле все очень интересно Интересно и это все происходит по принципу Вот такого непрерывного развития В моем случае был вот один шанс попасть туда Ну, это как бы пространство разверзлось И просто был момент, шанс И вот я сейчас так и живу То есть, есть шанс, я его использую Ну, а есть шанс, я его использовал Давайте озвучим вот еще раз разницу между пробуждением Между просветлением Между пробуждением и просветлением Потому что здесь есть, ну, такая повальная путаница Вот, что такое пробуждение, когда у человека происходит, да? Многие, кто пробуждены Они считают, что это просветление И если вы ясно понимаете, тогда вы не остановитесь Не остановитесь Не остановитесь И еще, что типа можно остановиться якобы как-то Вот Что такое пробуждение? Пробуждение – это действительно вспышка знания того, что раньше ты думал Спал и думал, что этот мир реален, такой, какой он есть А тут ба-т, вспышка И как бы вот эти стены Ну, как вот в матрице эти цифры пошли Все это раз как-то Как будто бы в канал И нету этого ничего И это все оказывается проекция ума Ну, как-то может, да? Вот эта вот вспышка И что я не этот персонаж Что я не это тело Что я нечто большее И вот эту вспышку очень многие считают просветлением Ну, как бы я теперь знаю Ну, как бы другое знаю Но это пробуждение на самом деле И просветление, вот разница между вспышкой и просветлением Просветление – это готовность к любому опыту Готовность к любому опыту Понимаете, проснувшиеся, они уже не роботы Они все равно движутся в направлении сдачи Вы должны с пол пинка вообще раскрываться Да? И вот как вы попадаете в эту защиту Как вы попадаете в эту защиту И как из нее выходить Да? Ну, а по сути, получается, что Есть неготовность проживать какой-то опыт Потому что здесь только защита действует по этому принципу Защита появляется тогда, когда есть неготовность переживать какой-то опыт То есть чувства И игра, она заметна только тем, кто ее видит Вот почему видение игры очень важно Потому что в чем заключается жизнь проснувшегося? Он просто видит, что происходит Ну, немножко там, второй, третий этаж, да? Но он не помочь, не рассказать никому не может И вот второй тоже такой же стоит И они оба знают, что Ну, вот это просто происходит Ну, и просто так раз, ну, и все, пошли дальше То есть, а кто-то какую-то драму там устраивает Ну, переживания там какие-то Ну, потому что все думают, что это правда Правда Субтитры сделал DimaTorzok